МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии вице-премьер правительства Чуваши, министр сельского хозяйства Чувашской республики Сергей Артамонов. Сергей Геннадьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Геннадьевич, какой бы ни была погода за окном, чтобы не писали в интернете, зима все-таки закончилась. Как перезимовали эту зиму Агрария и Чувашия? Достаточно ли было снега? Есть ли случаи гибели озимых других культур? Вот, кстати, допустим, по России регистрируется мор пчел. Вот в Чувашии как обстоят с этим дела? В целом Аграрии перезимовали очень даже неплохо. Я бы сказал, отметил. Здесь, наверное, стоит напомнить, что в прошлом году мы посеяли около 96 тысяч гектаров зимых зерновых культур. Это примерно на 14 тысяч гектар больше, чем в 2016 году. Все мы помним, что в прошлом году мы получили, скажем так, за последние 15 лет небывалый урожай, собрали около 610 тысяч тонн зерна. И благодаря, в основном, за счет озимых культур урожайность выше. Всем понравилось. Понятно, всегда сели около 30% занимали все в обороте зимы и культуры. И, конечно, к этой цифре нужно стремиться. В этом году, на сегодняшний день, зимы, если говорить про сохранность, около 21% мы говорим, сохранились очень хорошо. Около 76% находятся в удовлетворительном состоянии. И 2,4% зимых культур сохранились, скажем так, немного плохо. И в период, в прошлом году, осенью, в период прорастания зерна, агрометеорологические условия были в целом хорошие. Достаточно было влаги, достаточно было тепла. И как раз в период, когда растения набирали сахара в целом, и набирали энергию, в целом условия, агрометеорологические условия были... То есть все сложилось благополучно. Все сложилось благополучно. И в зимний период тоже опасные явления не отмечались. И на сегодняшний день уже мы видим, начиная в зависимости от районов от 15 до 50% полей уже освободились от снега. Это рановато немножко делать выводы, но будем надеяться, что до конца они перезимуют хорошо. Сегодня, если температура будет колебаться ниже, опуститься ниже минус 5, в северных районах, особенно в низинах, где влагобеспеченность выше, растения могут повредить свои корни, а в целом сохранились неплохо. И также может выпривание или вымакание пройти. Сергей Геннадьевич, а как скот перезимовал, провел эту зиму? Скот в целом. Мы в прошлом году очень неплохо огранили чуваши, неплохо подготовились к зимовке скота. И по обеспеченности кормовой базой неплохо поработали. Около 28 сеттнеров кормовых единиц на одну условную голову было приготовлено. Это в пределах нормы. Были еще переходящие запасы. И весь скот был обеспечен подготовленными помещениями. Поэтому по зимовке скота идет в плановом режиме. Таких проблем по зимовке абсолютно никаких нет. В течение зимы было пару раз. Там несколько ферм остались без электричества, без воды. Но это было быстро решено. Поэтому без проблем, скажем так, скотина перезимовала. Насколько увеличилось поголовье за эту зиму? К сожалению, похвастаться увеличением поголовья мы не можем на сегодняшний день. Даже на 0,1%. Общее количество коров сократилось. В основном в частном секторе. Здесь причины мы хотя называем, но причины тоже разные. Кто-то говорит, что население стареет, молодежь не хочет выращивать, держать коров и так далее. Миграционные отоки тоже играют свою роль. Но в то же время мы сегодня видим, что те, кто занимаются молоком, это реальные деньги. Заниматься молоком рентабельно. Многие говорят, что дешевая цена на молоко. В этом году были очень даже неплохие цены. На сегодняшний день цена на молоко, да, она немножко снизилась. И ближе к весне еще снизится. Оставляет 19,5 рубля у населения. Тельхоз в предприятиях 24 рубля 60 копеек. Я повторяю, снижение небольшое может быть, но в целом по году рентабельность молока составила 34%. Согласитесь, не в каждом виде бизнеса такую рентабельность сегодня можно заработать. И поэтому те начинающие фермеры, семейные фермы, которые начали недавно, с 2012 года программу додействовать, они все сегодня зарабатывают, работают довольно-таки рентабельно, я повторюсь. И как раз они демонстрируют рост. А то, что касается населения, мы, конечно, максимально создавать должны условия сегодня. И по обеспечению кормами, и по увеличению доли охвата искусственным усименением. Для того, чтобы у населения тоже были нормальные породы, нормальный скот, продуктивный скот. Но задач много, над этим будем работать. Сергей Геннадьевич, а в свиноводстве как сейчас обстоят дела? Конечно, в целом, то, что в прошлом году на территории Чувашской республики пришла все-таки африканская чума свиней, мы заразили и нашли в некоторых районах, обнаружили. Конечно, это в целом на поголовье сказалось негативно. Сегодня мы очень жесткую политику ведем с теми предприятиями, которые обеспечивают недостаточную степень защиты. Они должны все-таки других тоже, чтобы не подставлять. Как мы говорим, компартмент свой увеличивать и степень защиты увеличивать. Население тоже мы им создали некое неудобство. Мы им сами предлагали перейти на альтернативные виды скота. Конечно, тоже на поголовье это очень сильно сказалось. Они не имели права продавать на рынках, всем мы знаем, поросят, мясо и так далее. Не имели мы права вывозить в благополучные, как мы называем, чистые регионы, там, где не было АЧС. И наши крупносиноводческие хозяйства не могли тоже в чистые регионы вывозить мясо продавать. Конечно, это все сказалось и на ценах, и на эффективности. Но, тем не менее, в среднем по году свиноводства рентабельно сработало. 25% рентабельность. И на сегодня Минсельхозом Российской Федерации, Росельхознадзором была проведена регионализация. Наша республика выведена из этой зоны. Там пока в неблагоприятной зоне остаются три района и город Алатарь. Это Алатарьский, Порецкий и Бресинский районы. И надеемся, что в случае, если до июня месяца мы выдержим, эти районы тоже перейдут в благополучные. В целом, эта проблема снята, и наши предприятия снова сегодня могут работать эффективно. Сергей Геннадьевич, а как перезимовали пчелы? Мы уже затронули этот вопрос в России. Неоднократно приходилось слышать, что как-то очень неблагополучно обстоят дела. По данным Агентства по пчеловодству Чувашской Республики, было поставлено на хранение около 58 тысяч семей пчел. Из них 8-10% по предварительному пока осмотру перезимовали, скажем так, плохо. Можно сказать, погибли. Но в некоторых регионах, тоже в Воронежской области, Курской, Тульской, Саратовской области, эта доля доходит до 30%. Поэтому, конечно, лучше, чем там. Но хотелось бы еще лучше. Основные причины морру пчел – это пчелы погибли от инфекционных заболеваний, таких как аппаратив, европейский, американский гнилец, септицемея до 5%. Также инвизионные болезни, вызванные микроорганизмами животного происхождения. И во многом также зависит от несвоевременной обработки пчел в осенний период, до зимовки. И также, к сожалению, свою роль сыграла и обработка некачественными препаратами. Это примерно от 8 до 10% мы считаем тоже имеет место быть, к сожалению, использование некачественных препаратов. Пока не в продаже, к сожалению, есть. То есть от этого никто не может быть застрахован? Ну, в целом, вот по республике, что говорят пчеловоды? Надо проверять, бороться. Пчеловоды в целом довольны. Сергей Геннадьевич, началась уже подготовка к весенней пассивной кампании. Какие планы пассива на эту весну? Согласно прогнозу, структуру пассивных площадей, вся пассивная площадь в этом году должна составить около 585 тысяч гектаров. Из них яровой сев мы должны провести на площади 320 тысяч гектаров. Ну, если говорить про структуру, на этих 320 тысяч гектарах 50% это будет занято подзерновыми и зернобобовыми культурами, 34% у нас занимают кормовые культуры в основном, около 6% картофель. Также структуру картофеля, площади картофеля мы надеемся, что сохраним. Но дальше вот с каждым годом набирают обороты технические культуры, около 4% будет их в этом году. Подсолнечник 1,3%, рапс серовой, сахарная свекла, соя. И эти культуры, вот как я сказал, они являются очень, скажем так, высокодоходными культурами, считаются на сегодняшний день. Если вот назвать несколько цифр, соя в прошлом году показала рентабельность 106%, рапс 36%, овощи открытого грунта 78%, но это не про технические, а вообще про овощи мы заговорили, да? Овощи закрытого грунта 26%, в целом растневодство, растневоды закончили год с рентабельностью 20%. Сергей Геннадьевич, а сколько из этих площадей составляют земли, которые вводятся в оборот, залежные? На территории Чувашской республики на начало прошлого года мы отмечали неоднократно, у нас было около 97 тысяч необработанных, тысяч гектаров необработанных земель. В прошлом году удалось ввести районами 27 тысяч гектар, в этом году мы ставим из этих 27 тысяч гектар, в 2017 году впервые будет посеяно около 8 тысяч гектар. Остальное, что-то готовится подозимые, к сожалению, не везде, вот где облесенные участки, можно за один год ввести все в оборот. В этом году мы ставим себе план, каждый район, каждый муниципалитет должны ответственно подойти, мы считаем, мы себе ставим план ввести в оборот еще 25 тысяч гектаров земли. Это реально? Это реально. Единственное здесь, сегодня вот мы не раз это говорим, проблемы не в инвесторах, которые должны обработать, инвесторов сегодня достаточно. Сегодня проблема в том, что эти участки, они мелкоконтурные, они разбросаны по всей республике, там очень много хозяев, где-то собственники, где-то не до конца оформленные, не востребованные земельные доли. Это участники, которые используют свою землю не по целевому назначению или не обрабатывают совсем, то есть делевые земли, мы говорим, да, которые в 90-е годы были розданы. Чем быстрее мы эти земли соберем, чем быстрее оформим и предоставим в аренду или продадим, или сами обработаем, тем быстрее эту проблему мы решим. Сегодня основная проблема вот юридическая. Чем сейчас заняты сельхозтоваропроизводители? Какие задачи первостепенные в порядке очередности? Ну, здесь каждый сельхозтоваропроизводитель сегодня понятно, они руку держат на пульсе. Часть, около тысячи гектаров у нас уже, скажем так, начали вносить удобрения, но понятно, пока рановато. И так как опять подморозило, эти работы приостановлены, сегодня каждый нормальный руководитель, конечно, готовится к весенним пылевым работам, готовит и семена. У нас, что касается семян, сегодняшний день, в этом году нам нужно около 50 тысяч тонн семян, обеспеченность у нас 104%. Но из них, к сожалению, на сегодняшний день пока кондиционные около 83-85%. Хотя работают 61 звено, вот на сегодняшнее утро работало, хотя они работают, но здесь надо работу усилить. Оставшуюся часть можно вот в это время, которое осталось до сева, довести до кондиции? Конечно, можно довести до кондиции, так у нас в республике и делается. Мы должны приучить себя и вот дисциплину поменять, и семена нужно готовить осенью. Не перед выходом на весенние пылевые работы, часть семян хотя бы, да, чтобы вот эта вот зараза, сорняки, разные болезни вот не передавались. И в этом направлении тоже работа, конечно, ведется. А вот элитные семена, их достаточно? Элитных семян достаточно, форма поддержки, она сохранилась. Единственное, с этого года мы финансируем не покупку семян, а только в том случае, если элитные семена посеяли. То есть уже по факту их использование? Да. План у нас около 14% мы должны в этом году посеять элитными семенами. И мы этот план выполним однозначно. А вот в масштабах всей посевной компании 14% это достаточно или маловато? Это достаточно. Чтобы вести семеноводство, правильное семеноводство, этого вполне достаточно. Просто те семена потом, после посева элитных семян, в следующем году мы получаем первую репродукцию. То есть мы эти семена не должны продавать на продовольственные цели и на корм скоту. Мы просто семеноводством должны заниматься. Конечно, для этого должны быть и специалисты, и общее понимание должно быть. Это и эффективно, эффективнее станет заниматься сельским хозяйством, если люди поймут, руководители прежде всего, эту проблему. Сергей Геннадьевич, ну вот вы упомянули о том, что уже кое-где начали вносить удобрения. А в целом по республике в хозяйствах достаточно минеральных удобрений? Потому что как-то вот не так давно был разговор с руководителями муниципалитетов. Глава республики пенял на то, что как-то медленно ведется работа. Конечно, можем работать лучше. Запланировали мы в этом году внести около 20 тысяч тонн в действующем веществе удобрений. На сегодняшний день обеспеченность около 43%. Конечно, здесь мы тоже можем ускориться. И сегодня надо понимать, что чтобы получить урожай, недостаточно просто применения удобрений. Мы сегодня должны задуматься уже над сохранением плодородия почвы. Сегодня вот мы часто тоже про это говорим. Вот я хочу повториться. Мы сегодня как-то судорожно пытаемся, чтобы повысить урожайность, чтобы быстрее заработать, кормить само растение. Должны мы кормить землю на сегодняшний день, а земля потом прокормит растение. Поэтому нужно и заниматься биологизацией. Многие вот начали понимать, есть хороший опыт, много крупных хозяйств. И вообще почти все хозяйства задумались над севооборотом. Крупные хозяйства очень сильно начали заниматься выращиванием и седеральными удобрениями, седератами, будем так говорить. Даже частные хозяйства у многих сегодня можно увидеть. Площади, посеянные рапсом или озимой рожью, или еще другими культурами. Это направление, конечно, нужно ввести. Сегодня, если вот несколько цифр назвать, заниматься биологизацией и зелеными удобрениями в десятки раз дешевле, чем уносить органическое удобрение, навоз, как мы привыкли, да, говорим, на своей площади. А насколько эффективнее? По эффективности, я одинаковую эффективность сейчас вот имею в виду, чтобы добиться той же эффективности, если занимаясь биологизацией и еще, понятно, технологиями, ну и землей, можно добиться одинаковой эффективности при затратах в разницу в 10 раз. Например, Слава Картофелю занимается биологизацией до 50-60 центнеров с гектара яровых культур получает. Есть опыт, пожалуйста, то есть покажут, объяснят, агроинновации специалисты приезжают сегодня, объясняют, в каждом хозяйстве могут показать. Но вот кроме Слава Картофеля кто еще откликнулся? Кроме Слава Картофеля в этом году в Цивицком районе большое хозяйство Цивицкий Бекон тоже занимается, в Урнарском районе половины предприятий активно занимаются этими стиральными культурами. То есть опыту, ну, очень много, все хозяйства перечислять даже, и смысленно. То есть это все-таки такая уже практика, которая распространяется достаточно активно? Конечно, это старая добрая практика, то есть возвращается. Какова сегодня готовность техники к началу работы? Готовность техники мы оцениваем. Готовность тракторов на уровне 95% сейлок и культиваторов на уровне 94% тоже есть над чем поработать. Здесь надо догонять тем, кто отстал, не надо успеть провести техосмотр своевременно на охрану труда. Тут про охрану труда тоже не надо забывать. К сожалению, очень много случаев, когда, тем более, очень много федеральных трасс на территории Чувашской Республики. При переездах, при обработке почвы, на охрану труда особое внимание хотелось бы, чтобы обратили, чтобы избежать всяких неприятностей. Но эта работа продолжается. Сергей Геннадьевич, достаточно ли у аграриев средств на проведение пассивной кампании? Потому что за что ни возьмись, понятно, что везде нужны средства, и средства немалые. Взять хотя бы вот закупку одних только горючих смазочных материалов. Если мы планы поставили, конечно, без средств, весенние полевые работы не проведешь. Чтобы провести весенние полевые работы, необходимо, если перевести в деньги, не менее 1 миллиарда 800 миллионов рублей. То есть практически около 2 миллиардов. Ну, около 2 миллиардов. И здесь мы около 420 миллионов рублей, если вот структуру поделить, за счет чего, где мы найдем эти деньги, около 420 миллионов рублей – это собственные деньги предприятий. За счет бюджетных ассигнований – 335 миллионов рублей. Мы их в короткие сжатые строки постараемся довести. Но здесь тоже многое зависит от расторопности руководителей. Чтобы получить любую форму господдержки, одно, скажем так, простое, в то же время многими не исполняется правило – не должно быть задолженности бюджета всех уровней. Это одно из основных правил. Раньше у нас такого не было. И поэтому те предприятия, если они задолжали бюджет, конечно, своевременно получить эту поддержку не смогут. Также несвязанную поддержку, по-гектарному мы говорим, в сжатые сроки предприятия получат. К сожалению, опять-таки, за задолженности на сегодняшний день из 127 миллионов – 47 миллионов рублей предприятие получили. Но мы надеемся, сейчас вот все поняли, все в догонку приносят документы. И кое-какие нормативно-правовые документы меняем, чтобы было удобней. В апреле месяце все эти деньги получат. Также на элитное семеноводство по краткосрочным кредитам. И также планируется привлечь около 740 миллионов рублей краткосрочных кредитов. То есть кредиты до одного года позволяют. Здесь лимиты Чувашской республики, эти лимиты предусмотрены. На сегодняшний день около 43 миллионов еще свободных лимитов. Поэтому надо обращаться в банки. С этого года мы все знаем, неоднократно говорили. Действует новая схема поддержки льготной кредитования, мы говорим. Предприятие 5% денег извлекает от себя, а все остальное напрямую с банков, то есть Минсельхоза перечисляется банком. Никак раньше предприятия свои деньги не должны извлекать. Поэтому лимиты есть, нужно участвовать, подавать. Мы до последнего тянем иногда, до марта месяца. В марте начинаем собирать заявки, в мае получаем кредиты. Но понятно, лишние проценты никому за лишнее время платить не хочется, но надо быть готовым. И из-за того, что многие предприятия сегодня не обеспечены залогом, тоже возникают сложности. Сегодня привлечь деньги, тем более банковские, кредитные, очень непросто, хотя есть очень неплохие у нас операторы на территории Чувашской Республики. Но эту работу нужно вести. Сергей Геннадьевич, Вы упомянули, да, о том, что непреложные условия – это отсутствие задолженностей. Вот должников среди сельхозтоваропроизводителей у нас много? Должников, иногда даже здесь, как бывает, иногда предприятия должны налоги 1 рубль 50 копеек. Но если даже небольшая сумма, мы выплатить субсидии не сможем, нарушать правила никто не будет. Поэтому на момент получения субсидий разного рода задолженности быть не должно. Это закон. Что касается господдержки, в этом году 2 миллиарда 256 миллионов на сегодняшний день денег предусмотрено в бюджете, по сравнению с прошлым годом, больше, почти на 7%. И задача общая – эти деньги освоить и правильно освоить, эффективно освоить. С этого года во всех формах господдержки добавилась, при оценке уже господдержки, добавилась строка «эффективность», поэтому четко будут отслеживаться. Деньги бюджетные должны работать эффективно. Все направления поддержки, которые были в прошлом году, они также, если даже чуть видоизменились, все действуют. И хочу напомнить, с этого года нам стало удобней. В плане, многие программы объединились. 31 программа действовала на территории Чувашской республики, объединились они в 7. И мы при выполнении индикаторов по тем или иным программам можем деньги перебрасывать на другие направления. И на поддержку начинающих, семейных, кооперативов или другое какое-то направление поддержать. Хмелеводство в том числе. Больше стало маневренности. Да, маневренности стало больше, но, опять-таки, повторяюсь, при выполнении индикаторов. Кстати, а вот площади под хмель у нас в этом году будут увеличены? Что касается хмелеводства, предприятий, возделывающих хмель у нас на территории Чувашской республики всего 5. С этого года будем надеяться, что 6-е предприятие тоже начнется заниматься хмелеводством, изъявили желание. С каждым предприятием ведется сегодня работа в плановом режиме. Все мы знаем, глава Чувашской республики в своем послании обозначил, что в течение 2017 года должна быть разработана программа поддержки хмелеводства. Чтобы программу сделать качественную, мы обязательно, учитывая все свои возможности, возможности наших сельхозтоваропроизводителей, учитывая форму господдержки, обязательно в ближайшее время эта программа будет принята. Там будет предусмотрено увеличение семных площадей, то есть площадей под хмель и про господдержку. И надеемся, что основным сдерживающим фактором у нас всегда было то, что импортная техника, в том числе хмелеуборочные комбайны, сушилки, они очень были дорогие. Будем надеяться, что в этом году на территории Чувашской республики мы произведем первый хмелеуборочный комбайн после вот этого перерыва. Сегодня соглашение заключено. В этом направлении тоже работа ведется. Сергей Геннадьевич, в последнее время достаточно часто мелькает и в прессе, и у вас на сайте словосочетание молочной интервенции. Что это такое молочная интервенция и как Чуваши намеренно в ней участвуют? Молочная интервенция, если в некоторых европейских странах они уже проводятся около 30 лет, в некоторых странах до 50 лет. Для нашей страны слово молочная интервенция – это, конечно, новое. Все мы знаем, в России проводили зерновые интервенции, да? Теперь заговорили про молочные интервенции, это пока в проекте. Но вот часто народ задает вопрос, как государство может регулировать цены на молоко? Почему государство не вмешивается в этот процесс? Мы обычно всегда говорили, что цена диктует рынок, то есть зависит от спроса или от предложений и так далее. Вот молочная интервенция – это как раз тот механизм, когда государство… Попытка урегулировать взаимоотношения между производителями, потребителями. Вы абсолютно правы. Это как раз интервенция проводится в целях недопущения сезонного колебания цен в период, как мы называем, большого молока. И, конечно, все это делается защитить производителей молока. В случае проведения интервенций на территории Российской Федерации, на рынке молока, Минсельхозам России будут установлены предельные уровни минимальных цен. В проектных документах это примерно 24 тысячи рублей за одну тонну на сырое молоко, составляет произведенное на территории Российской Федерации. На молоко сухое сублимировано обезжиренное – 222 тысячи рублей за тонну. На масло сливочное – 340 тысяч рублей за тонну. И механизм закупочных цен интервенций на рынке молока и молочной продукции предусматривает организацию товарных интервенций через биржевые торги, а также обязательно обратный выкуп продукции. Конечно, решение будет принято в зависимости от ситуации на рынке. То есть, если сказать простыми словами, что такое интервенция? В период, когда молоко подешевеет, ниже какого-то уровня, государство начинает закупать это молоко, чтобы дальше цены не снижались. А в период, осенью, когда молоко дорожает, наоборот, это молоко возвращает обратно на рынок. Тем самым, вот эти колебания цены, они должны… Колебаний должно быть меньше при случае ввода. Но наш регион, как мы не раз уже отмечали, если будут проходить молочные интервенции, они будут проходить в этом году в пилотном режиме. Наш регион пока включен в число этих пилотных девяти регионов. Ну что ж, Сергей Геннадьевич, спасибо вам большое за такие подробные ответы на наши вопросы. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был вице-премьер правительства Чуваши, министр сельского хозяйства Чувашской республики Сергей Артамонов. Спасибо за внимание и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok